Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире Международная Панорама и я, Даниил Богатырев. Вопреки наивным возгласам некоторых недалеких комментаторов, увидевших в недавней встрече Байдена с Путиным в Женеве чуть ли не признаки большой сделки, процесс кристаллизации геополитических блоков, противоборствующих друг другу в новой холодной войне, продолжается. Именно такой вывод можно сделать из встречи российского и белорусского президентов, состоявшейся 10 сентября. Переговоры президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко в Москве продолжались около трех часов, а после их завершения главы государств рассказали, какие решения по союзному государству были приняты и какие ожидаются в будущем. По их словам, были согласованы все 28 программ по дальнейшему углублению интеграционных процессов между двумя странами. Цена на российский газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне текущего года, а именно 128 долларов за тысячу кубометров без индексации долларовой инфляции. До 1 декабря 2023 года будет подписан документ об объединении рынков газа двух стран. Президенты также договорились об объединении в будущем рынков электроэнергии и нефтепродуктов России и Беларуси. Общий объем кредитов Москвы-Минску с сентября 2021 года до конца 2022 года составит около 630-640 миллионов долларов. Россия снимает все ковидные ограничения на авиасообщение с Беларусью. Лидеры также договорились о равных правах для субъектов хозяйствования двух стран в союзном государстве. Россия и Беларусь перейдут к единой промышленной политике, общему доступу к госзакупкам и госзаказу. Граждане двух стран получат равные права и возможности в экономической и социальной сферах в рамках союзного государства. Страны создадут единую методологию для учета всех косвенных налогов, также появится орган, который будет за этим следить. «Союз России и Беларуси – это образец, бульдозер, который расчистит путь для дальнейших объединений на просторах СНГ», заявил Александр Лукашенко. Единой валюты России и Беларуси пока не будет. По рекомендации Центробанка и Национального банка Беларуси этот вопрос отложили, поскольку страны к этому еще не готовы, но в любой момент могут вернуться и рассмотреть его снова. Окончательно все решения будут утверждены на заседании Высшего государственного совета. О политическом объединении речь на переговорах не шла. Владимир Путин допустил, что в будущем может быть создан парламент союзного государства, но отметил, что его на нынешней встрече не обсуждали. Сразу после переговоров двух президентов в Беларуси и западных регионах России начались масштабные военные учения «Запад-2021». Они продолжались с 10 по 16 сентября на 9 полигонах в России, в акватории Балтийского моря и на 5 полигонах в Беларуси. В учениях приняли участие около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники и до 15 кораблей. Легенда масштабного военного мероприятия предполагала совместное отражение войск стран НАТО в случае их вторжения в Беларусь. 12 сентября стало известно, что Беларусь планирует закупить у России вооружений на сумму свыше 1 миллиарда долларов. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сообщил в ходе военных учений «Запад-2021» на полигоне под Барановичами в Брестской области. Перспективы поставок Минску российских зенитных ракетных комплексов С-400 обсуждались на переговорах в Кремле 9 сентября, уточнил Лукашенко. «Мы вели как раз речь о том, что С-400 нам будут к месту», заявил он и добавил, что зенитно-ракетные комплексы нужны для прикрытия границы с Украиной, протяженность которой составляет 1200 километров. В ответ на российско-белорусскую интеграцию, совместную военную активность и контракты на поставки вооружения в Киеве усилился накал антибелорусских настроений. В частности, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил построить на границе с Белоруссией стену, аргументировав это тем, что Лукашенко может направить поток ближневосточных беженцев в сторону Киева. Кроме того, 15 сентября американское издание «Политику» со ссылкой на оборонный законопроект США на 2022 год и информацию источника в Конгрессе написало о том, что США могут продать Украине две батареи израильской системы противоракетной обороны «Железный купол». На фоне договоренностей Москвы и Минска о поставках С-400 в Беларусь и размещении их вдоль украинской границы, это выглядит как попытка симметричного, хоть и довольно слабого ответа. Выводы из всего вышеперечисленного, как нам представляется, довольно просты. Во-первых, прошлогодняя попытка устроить Майдан в Минске и самолетные санкции, введенные этим летом, подтолкнули Беларусь к более тесной экономической и военно-политической интеграции с Россией. Во-вторых, по границе Украины с Белоруссией сегодня проходит разлом между сферами геополитического влияния США и России. Именно поэтому этот регион в ближайшее время будет усиленно милитаризироваться. Если примерять на нынешнее противостояние великих держав лекало прошлой холодной войны, то граница между Украиной и Республикой Беларусь будет чем-то сродни границы между Западной и Восточной Германиями. С той лишь разницей, что ФРГ тогда была полноценным членом блока НАТО, а Украина сейчас де-факто является буферной межблоковой зоной, пусть и контролируемой США. Ну а сейчас с нами на связи политолог, кандидат политических наук Сергей Годный. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, здравствуйте, Данил. Ну вот каково ваше впечатление о недавних событиях в российско-белорусских отношениях, о переговорах Путина с Лукашенко, об учениях «Запад-2021» и от реакции украинских властей на все эти события? Ну давайте, наверное, по очереди. Ну, во-первых, я приветствую объединение и все попытки объединения Белоруссии и России. Я понимаю прекрасно, давайте отдавать себе отчет, что это вынужденная мера. Лукашенко до последнего пытался играться в многовекторность, но последние события, тут я с вами полностью соглашусь, они сыграли на руку этому объединению. То есть, кто из этого выиграл, давайте посмотрим. Я надеюсь, что выиграл от этого белорусский народ. Понимаю, что Лукашенко, как опытный политик, пытался сделать что-то интересное и максимально выторговать для своей страны, но «Запад», как говорится, не принял его и не принял его политику. И вот ситуация произошла такая. Я думаю, что все, что не делается, все к лучшему. Белорусский народ в большинстве своем приветствует объединение, создание союзного государства длительное время. Были вопросы по поводу вот этих 28 договоров, 28 пунктов, по которым все-таки я приветствую, что удалось договориться. Ну, а теперь по поводу военной доктрины господина Лукашенко. Ну, она очевидна и ожидаема. Если интеграция, так говорится, интеграция по всем полям. Потому что не только экономика. Политика – это концентрированная экономика. Надо понимать, в мире, который современный и уже пытается быть таким, знаешь, ну, не однополярным, а как минимум биполярным, да, двухполярным, Белоруссия должна четко занимать место на стороне своего главного союзника, а теперь уже и государство, с которым у них союзное государство, с Российской Федерацией. Поэтому понятно, что они будут выставлять вооружение, учения, все будет происходить по направлению интеграции в военном сегменте. Знаешь, а вот с точки зрения заявлений Украины по поводу вот этой стены и всей вот этой истории, которую там Кулеба себе наговорил, ну, это как показатель того, что у нас вот один уже деятель строил стену на востоке страны. Все смеются, с одной стороны, деньги, большие, громадные деньги куда-то, как говорится, ушли, как вода в песок. Ну, и никто не сидит, все нормально, все улыбаются. Великий Патриот ходит, фотографируется на разных там ЕС, вот этих конференциях. Мы его прекрасно видим, да, уже теперь с бородой, чуть-чуть изменил имидж, я имею в виду господина Яценюка, великого нашего защитника Украины. Поэтому Чукулебе не попробовать поиграться, точнее, не прозонтировать ситуацию по поводу стены на севере нашей страны. Уже есть цифры, что это удовольствие будет нам стоить порядка 1,7 миллиарда гривен. И они, я так думаю, готовы, я имею в виду зеленые, готовы потратить деньги на вот это шоу. По большому счету распилить эти бюджетные средства и плевать нашей власти на то, что, например, перед шахтерами у нас задолжилась 1,5 миллиарда гривен. Перед теми же авиастроителями четверть миллиарда гривен. Ну и если перечислять, то я думаю, ну просто совсем другая ситуация, не до стены нам. Плюс, ну как-то дико будет выглядеть, если мы тыкаем пальцем в батьку и говорим, что белорусы наши враги. Вот видите, они там вооружаются против нас, с одной стороны, хотя прекрасно понимают, почему белорусы таким образом поступают. Они же недавно заявляли о том, что из Украины экспортируются боевики им на территорию. Об этом прямо заявлял Лукашенко несколько месяцев назад на своей пресс-конференции. Наши как будто бы этого не заметили. Поэтому дико будет выглядеть ситуация, когда мы будем строить стену с государством, с которым мы не прекратили, как говорится, торговлю. Но в принципе у нас же есть примеры. У нас пример Россия, почему бы у нас не было бы примера теперь Беларуси. Я думаю, что наши западные так называемые партнеры, а по факту наши кураторы диктуют этой власти, что каким образом нужно делать. И если они благословят эту стену на севере, то стена будет. Правда, не знаю, как на это будет реагировать украинский народ, который довольно часто ездит в Беларусь по экономическим разным моментам. Прекрасно знаю, насколько активно приграничное движение, например, в наших северных регионах. Ну вот вы упомянули проект создания стены Арсением Яценюком. Да, мы видим действительно на примере этого проекта, что вопреки известному лозунгу строить стены как-то прибыльнее и выгоднее оказывается, чем мосты. Но для отдельно взятых людей, конечно же, а не для государства. Но хотелось бы все-таки заострить внимание на более таком региональном аспекте этого противостояния, этого конфликта. Ведь мы видим, что по сути между Украиной и Беларусью сейчас будет проходить линия разлома межблокового. То есть где Украина будет в американской сфере влияния, а Беларусь будет в российской. И, соответственно, это определяет уже в будущем разрыв, в том числе и экономических отношений, скорее всего, между ними. Ну, потому что это не может продолжаться вечно. Не могут продолжаться поставки белорусского топлива для украинской армии в случае, если эта армия будет стоять там по границам с Беларусью. И готовится, я не знаю, к отражению атаки или к чему бы то ни было еще в том же духе, как нам рассказывают наши украинские власти. Есть ли на сегодняшний момент какие-то источники вот этой торговли, этой логистики из Беларуси, которые могли бы ее заменить? Или же Украина опять окажется у разбитого корыта, по факту выстроив там на границе с Беларусью чуть ли не линию фронта, но оказавшись без всех тех товаров, которые мы там закупали, оказавшись с неконтролируемым ростом цен на нефтепродукты, на бензин и тому подобные вещи? Да, тут целая такая гроздь вопросов. Давай начнем разбираться. Смотрите, если честно говорить по логике, то да, действительно, строя стену на севере страны, говоря о том, что декларируя, что Беларусь это наш враг и оттуда будет гроза, ну нелогично, ну как минимум нелогично, продолжать торговать с этой страной. Вообще нелогично закупать какие-то оттуда продукты, надо каким-то образом развивать свои внутренние рынки, наполнять другими продуктами. Но тут ситуация довольно интересная. Большое строительство, белорусский битум, коррупционная составляющая присутствует, поэтому я подозреваю, что эта история будет продолжаться. Более того, продукты питания, ну я думаю, в этой части могут быть какие-то изменения, и это будет на руку, между прочим, нашим западным соседям, потому что очень быстро украинские рынки захватят поляки, поэтому они будут не против, и они, знаешь, они даже могут подогревать вот эту всю истерию, вот эту всю историю. Агенты влияния и американские, и британские, ну, соответственно, польские, как представителя Восточной Европы этих двух стран, они могут активничать в этом направлении. Поэтому скоро мы можем забыть, наверное, о белорусских продуктах, если так будет развиваться дальше история. Мы же не знаем, каким образом, какие сценарии нам приготовили наши западные партнеры. Уже же очевидно, что то, что произошло с самолетом и с так называемым диссидентом, вот этим юным делегатчиком, господином Протасевичем, да, сейчас рьяным защитником господина Лукашенко, ну это же тоже спецоперация. Мы не знаем, какие будут спецоперации. У нас дырявая служба безопасности, как показала недавняя история, вот с этими якобы наемниками, я думаю, что мы дальше будем развитие этой истории еще видеть. Дырявая, да, и причем депутаты это признают, говорят, ну, чуть-чуть проиграли мы вот эту игру спецслужб. Ну, представляешь, такое возможно вообще в 21 веке, уважающий у себя государство. В Украине возможно. Логические выводы будем делать дальше. Вот, поэтому все возможно. Беларусь и Польша, например, вот мы знаем, да, где-то к октябрю месяцу они восстанавливают авиасообщение. То есть у поляков с белорусами сейчас будет вроде бы как бы все хорошо, потому что экономика. А вот мы, как вот те бараны, будем биться об стенку, потому что Зеленскому это выгодно. И власти Зеленского это выгодно. Им выгодно это в одной части. Первое и основное, они прекрасно понимают, что удержаться при власти они смогут только при помощи нагнетания милитаристской истерии вокруг страны. Объяснить украинскому народу о том, что на нас, например, могут напасть поляки, и вот фактически экономически они уничтожают нашу страну, или другие наши так называемые партнеры, которые тоже уничтожают экономический потенциал Украины, ну просто множив его на ноль, будет сложно, потому что 7 лет рассказывали, что это наши провидники в Европу. А вот рассказать о том, что белорусы плохие, русские плохие нападут, и вот надо строить забор, мур, яму копать, не знаю, что делать, это довольно просто. Вот поэтому по этой истории они будут двигаться. Более того, давай обратим внимание на то, что, в принципе, политика Зеленского, она же непременно должна привести, ну, Европа и мир просто не могут смотреть на то, что происходит в стране, не принимая определенных каких-то шагов или каких-то нот. Вот пускай это будут декларативные. Там же тоже у них внутри прекрасно понимают, что в Украине узурпируется власть. Мы видим и французов, и сенаторов, которые приезжают сюда, и проваленный визит Ангелы Меркель по факту обидели уважаемую фрау, которые не дали возможность закончить свою политическую карьеру с завершением войны на европейском континенте. Но вот 95-й квартал так поступил с ней. Соответственно, мы будем видеть дальше и реакции определенных союзников этих государств, которые, в принципе, взяли на себя обязательства со стороны Украины. Потому что, ну, вот если берем нормандский формат, насколько я вот понимаю ситуацию, то нормандский формат – это обязательства со стороны России, безопасность и контроль ДНР и ЛНР, неподконтрольных территорий, вот в случае разграничения, в случае движения по формату мирного урегулирования. А французы и немцы должны как бы давить чуть-чуть на нас, но наши же, видишь, как разошлись. То есть им понравилась война, это нормально, это выгодно. Сейчас они будут вот эту историю, как говорится, усугублять. И более того, сигнальчик такой интересный еще, думаю, вы заметили тоже, что, ну, там же в сентябре должно быть заседание в Организации Объединенных Наций. И вот наш луннолики Владимир Александрович Зеленский, который еще до недавнего времени собирался туда рвануть еще раз, и даже Офис Президента говорил, что еще очередной визит нанесет он мировым лидерам. Тут он сейчас тихонько на прошлой неделе заговорил о том, что, ну, возможно, не поедет, возможно, скайп. Наверное, дошло ребятам, что там могут вопрос задавать по поводу мониторинговой миссии Организации Объединенной Наций, которая четко указала, что РНБУ используется в стране как механизм репрессий, закрываются телеканалы, преследуются лидеры оппозиции. Французы это могут подтвердить. Ну, неудобно может получиться. Зеленский прекрасно понимает и его вся вот эта комарилия, что грядет период, когда они будут просто изолированы от цивилизованного мира. Поэтому война, поэтому определяют новых врагов. И чем больше будет этих врагов, тем лучше. Вот к России добавилась теперь Беларусь, которая, в принципе, с нами торгует. И, в принципе, от них угрозы. Ну, это смешно кому-то сказать. От белорусов угроза. Ну, вот так. До последнего времени не признавали Крым. Но вот эти ребята развалят все, что угодно. Теперь они будут рыть яму в Полесье. Я думаю, что их ребята вровно, вот те, которые там свободно ходят через границу, с большой любовью встретят. Думаю, что там на следующих выборах, если будут досрочные и Полесье, и Полищуки всей Украины, очень классно проголосуют за зеленых. С ихними ровами и с ихними ярами. Я думаю, что во время рытья ямы в Полесье можно еще вырыть из этой ямы янтарь. Его выгодно продать. Да, там же как раз тот самый регион янтарный. Ну что ж, я благодарю вас за эту беседу, Сергей. На связи с Международной панорамой был Сергей Годный, политолог, кандидат политических наук. А в украинском МИДе тем временем разочаровались в Западе. Да-да, вы не ослышались. На этой неделе министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев больше не верит обещаниям Запада. Поэтому, по его мнению, стране нужно научиться превращаться в гибкое военизированное государство, подобное Израилю. Об этом глава украинского МИД сказал в интервью британскому изданию The Independent. Точная цитата Кулебы звучит так. «Эта страна усвоила ряд горьких уроков. Западные обещания, вероятно, не выполняются. Мы не верим обещаниям. Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ – вот что нам нужно, чтобы выжить». Иными словами, министр намекнул на необходимость опираться лишь на собственные силы. Этакий украинский вариант Чучхэ Сонгун. Впрочем, не стоит обманываться этими заявлениями Кулебы. Все разговоры об опоре на собственные силы так и останутся лишь разговорами и примитивным колхозным блефом с целью шантажировать Запад, пока не будет выполнен ряд условий. Во-первых, убрана из Конституции идея фикс об интеграции в НАТО и ЕС. Во-вторых, принят закон об иностранных агентах НКО, а их представители уволены из всех министерств и ведомств. В-третьих, упразднены наблюдательные советы из иностранных граждан на госпредприятиях и распущены параллельные силовые и юридические структуры, контролируемые из-за рубежа, например, НАБУ, САП и тому подобное. В-четвертых, прекращено сотрудничество с МВФ и осуществлено перекредитование у других акторов международной политики, не имеющих в Украине политических интересов, например, Китай, страны Персидского залива и т.д. И, наконец, в-пятых, отменены дискриминационные законы, притесняющие русских и русскоязычных граждан Украины, ибо опора на собственные силы невозможна без гражданского равноправия. Если кто-либо из чиновников впредь будет рассказывать вам о смене вектора развития страны или опоре на собственные силы без выполнения этих условий, так и знайте, что он лжет. Но каковы же цели заявления главы украинского МИД? Понять их нетрудно, если вспомнить историю взаимоотношений нашей власти с западными партнерами за последние полгода. Осевыми линиями, вокруг которых развиваются эти отношения, служит ряд требований, выставляемых американцами украинской стороне. Наиболее емко и однозначно их озвучил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления на июльской конференции по Украине, проходившей в Вильнюсе. Вот эти требования. Первое. Принять законопроект о реформировании Высшего Совета Правосудия и следом за ним закон о высшей квалификационной комиссии судей в редакции, предполагающей решающий голос так называемых международных экспертов при назначении судей. Летом этот закон был принят, но его положения до сих пор не воплощены в жизнь, так что требования по-прежнему остается актуальным. Второе. Обеспечить, чтобы выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и специализированной антикоррупционной прокуратуры являлся прозрачным, то есть чтобы на должности их руководителей назначались люди, одобренные Соединенными Штатами Америки. Третье. Принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защитит независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и будет соответствовать стандартам организации экономического сотрудничества и развития. В переводе с дипломатического языка это означает требование сохранить иностранный контроль над крупнейшими госкорпорациями, включая Нафтогаз и Укрзалезныцу. Четвертое. Принятие законодательства, которое демилитаризует и деполитизирует СБУ и передаст работу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью другим правительственным институциям. С выполнением этого требования слуги народа также не спешат, боясь вызвать нелояльность в рядах сотрудников госбезопасности, для которых полномочия по борьбе с экономическими преступлениями служат основным источником левого дохода. И пятое требование. Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Тут все по-старому. За семь лет антикоррупционных реформ ни один высокопоставленный коррупционер не понес наказание. Выполнять все эти требования для действующей украинской власти смерти подобны, ведь это бы означало полную утрату контроля над политическими процессами в стране и возможности использовать их для собственной выгоды. Именно поэтому американцы прибегают к шантажу, выставляя все те же требования в качестве условий для получения очередных кредитных траншей от МВФ. Испытывая недовольство этим, украинские чиновники, в свою очередь, пытаются публично обвинять западные страны в недостаточной поддержке Киева и шантажировать их отказом от проамериканского курса во внешней политике. Итог подобного неумелого блефа предсказуем. На этой неделе то, о чем уже много лет предупреждали эксперты, случилось. Утром 10 сентября строительство газопровода «Северный поток-2» было полностью завершено. Об этом сообщила российская компания «Газпром» в своем телеграм-канале. Цитата. На утреннем оперативном совещании в ПАО «Газпром» председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 по Москве строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено. Накануне цена газа в Европе обновила исторический максимум и достигла отметки в 700 долларов за тысячу кубометров. Аналитики связывали это с низким запасом газа в европейских хранилищах. На момент записи данной передачи цена на газ в Европе упала до 800 после роста до рекордных 900 долларов. Собственно, для европейских потребителей газа это не сулит немедленных несчастий. Страны Евросоюза закупают голубое топливо по долгосрочным контрактам, а к закупкам на бирже прибегают лишь для того, чтобы докупить незначительные объемы газа, которых им не хватает. Например, в случае холодной зимы. Другое дело – Украина. В нашей стране относительно защищены от неконтролируемого роста цены только физлица потребителей газа по годовым контрактам, а также предприятия теплокоммунэнерго, которым газ обещают поставлять по годовым контрактам. Впрочем, по ним есть нюанс – объемы дешевого газа будут ограничены лимитами, сверх которых газ придется покупать на рынке. Для остальных потребителей, в первую очередь для промышленности, с недавних пор по требованию МВФ цена ежемесячно формируется, исходя из спотовых цен на газ в ЕС, то есть исходя из тех самых 900 и более долларов за 1000 кубометров, которые мы видели на этой неделе. Для них новости из Европы весьма печальные. 15 сентября на украинской энергобирже цены на газ с поставкой в октябре подскочили выше 31 тысячи гривен, то есть почти 1170 долларов. Стоит ли говорить, что если так продлится весь осенне-зимний сезон, у и без того наладан дышащих украинских промышленных предприятий, начнутся серьезные проблемы. Но помимо этого есть еще одна опасность, которую не следует сбрасывать со счетов. Учитывая высокую автономию нафтогаза от украинского правительства и уже ставшая притчей во языцах стремления этой компании зарабатывать в ущерб населению страны, для обеспечения которого газом она создана, нет никаких гарантий, что ушлые руководители украинского газового монополиста не решат заработать на европейской газовой лихорадке, продав на Запад газ из подземных хранилищ, запасенный на зиму. Если это случится, речь пойдет не только об экономических проблемах для промышленности, но и о вероятности коммунального коллапса посреди отопительного сезона. А сейчас с нами на связи Дмитрий Марунич, эксперт в нефтегазовой сфере. Здравствуйте, Дмитрий. Да, здравствуйте. Ну вот цены на газ в Европе росли на протяжении предшествующей недели и даже ранее. Из-за этого увеличиваются цены на газ для украинской промышленности, вот на октябрь прогнозируемые пока что цены. Как вы оцениваете вероятные последствия всего происходящего на газовом рынке для украинской экономики? Вот интересует не столько сам газовый рынок, сколько экономика в целом. Ведь мы понимаем, что если промышленность будет закупать дорогой газ, это неизбежно отразится на стоимости ее продукции, неизбежно, скажем, вызовет для нее определенные проблемы со сбытом и так далее. Ну, это неизбежное явление, опять же, потому что европейская промышленность тоже сталкивается с такого же рода вопросами и проблемами. В Украине просто газ привязан по импортному паритету, поэтому так существенно он тоже дорожает. И фьючерсы на октябрь на внутренней бирже уже 32 гривны за кубический метр. Что, в принципе, соответствует тенденциям на европейском рынке, поскольку, я уже отметил выше, по импортному паритету Украина привязалась, она создала здесь такую нормативную базу, которая, собственно, все дело определяет. Да, это создает риски для восстановления промышленного производства, для роста ВВП в текущем году. Я напомню, что власти планировали рост ВВП на уровне 4% в январь, июль, 2,1 фактически. И вот этот резкий рост цен не только газа, но и электрической энергии, это тоже важно. Об этом я почему-то часто забываю. В Европе также рекордные цены на электроэнергию сейчас. И в Украине тоже очень высокие. Это у нас немножко другая подоплека произошедшего. Но, тем не менее, у нас в августе месяце цена, если брать рынок на сутки вперед, подскочила почти на 50%. Поэтому, резюмируя, все эти дорогие энергоносители, с учетом существенной энергоемкости внутренней экономики украинской, это очень важный тоже фактор, они создают риски для промышленности, для восстановления промышленности после провала, который имелся, имел место в 2020 году из-за коронавирусной истерии или истории. Вот такие факторы. Плюс инфляция, естественно, рост цен на газ повлияет на цены, на индекс цен промышленных предприятий. И ГОСТАД, естественно, отобразит это в итоге, в итоге у показателей инфляции. Очевидно, что он будет выше, чем прогнозировалось. Сейчас уже инфляция в годовом исчислении превышает, если я не ошибаюсь, 10% в этом многом. Ну, а вот что касается не предприятий, а рядовых потребителей газа, услуг отопления и тому подобных вещей. Мы понимаем, что сейчас вот буквально через месяц-полтора мы будем входить в отопительный сезон. Традиционно для Украины это проблемное время, для украинских потребителей особенно. Платежки растут и все жители Украины сейчас с ужасом, я думаю, ожидают того, что же произойдет с ценами на отопление в связи с вот этим ростом цен на газ на европейских рынках. Что бы вы могли сказать нашим зрителям по этому поводу, как изменятся цены на газ, на отопление для населения в обозримой перспективе? Смотрите, здесь на самом деле я хотел бы отметить одно из немногих рациональных решений правительства. Если попало здесь в точку, когда установило годовой тариф на уровне, точнее заставило тех трейдеров предложить потребителю годовой тариф и перевести потребителя на годовой тариф. Львиная доля украинских бытовых потребителей, населения покупают газ по цене ниже 8 гривен за куб без доставки. И эта цена продержится до конца апреля, ее нельзя поднимать. Решение правительства запрещает ее поднимать. А коммунальные предприятия, Дмитрий, а вот коммунальные предприятия, мы понимаем... Давайте закончим, совершим статистику. Я уже сказал об этом, это плюс, потому что действительно биржевая цена текущая больше 20, а на октябрь я уже назвал ее выше. Теперь, что касается тепловой энергетики, теплокоммунэнерго, там ситуация не такая простая, не такая радужная. Нефтегаз действительно предлагают им покупать газ для того, чтобы производить тепло для населения по цене 7,42, чем более чем 7 гривен 40 копеек за куб. Это, очевидно, не биржевая цена. Однако по такой цене им предлагается купить при весьма жестких условиях примерно 80% газа, а вот газ для потребностей коммунальной сферы, например, бюджетники, так называемые детские сады, плюс та тепловая энергия, которая будет поставляться бизнесу, там газ будет по цене рынка. Сейчас больше 20 гривен за куб. В любом случае, это создает риски для прохождения отопительного сезона в больших городах Украины уже под счетом профильных ассоциаций. Для того, чтобы вообще тариф не трогать, нужно изыскать порядка 25 миллиардов гривен. Это сложная задача в местных бюджетах. Я не уверен, что в каждом местном бюджете будут ли такие средства. Я не знаю. Притом центральная власть как бы прямо намекает, что не поднимайте тарифы на местах. Она вот в этом году передала все полномочия по тарифам местным органам власти, сбросила их с себя. Я о тарифах на тепло говорю. О тарифах на тепло и горячую воду исключительно. И вот такая вот, мягко скажем, небезрадостная ситуация. Как это разрешаться будет, я не знаю. Я могу предположить, что искомых 25 миллиардов гривен на зиму, и тут же получается один год завершается, этот бюджет уже и текущего года, и следующего года. Скорее всего, этих денег нет. По Киеву, по отдельным оценкам, нужно порядка 3,5 миллиардов гривен из этой суммы, чтобы сохранить тариф. Ну и последнее важное обстоятельство. В прошедшем отопительном сезоне в тарифе на тепло считывался газ по 5,8 гривен из окон. А даже вот эта цена 7,4, она уже на 27,5% выше. То есть объективно вам скажу, никак не поднять тариф, не получив дотацию, или не обеспечив дотацию из местного бюджета теплокоммунной органией. Нерешаемая задача в принципе. Как из нее будут выходить местные региональные и центральные власти? Ну пока никак, пока вся ситуация зависла буквально в воздухе. Есть еще один важный аспект, закон 3508, который парламент таки принял. Президент подписал, но реимплементация данного закона, там в частности предполагается списание долгов и пеней штрафов. Долгов, извините, пеней штрафов ТКЕ. Ничего не сделано. Копитальный сезон уже на носу, извините. Премьер там рассказывает о том, что будут создаваться специальные комиссии, которые будут верифицировать все эти долги. Но, друзья, там осталось не так много времени, что там верифицировать. Им не о чем будет расплатиться с дептигазом за газ, который я уже выше упоминал. У нас очень жесткие условия, выдвигая теплокоммунерго, для покупки вот этого газа по 7,42 гривен копейки. Льготного газа. Вот такой вот комплекс проблем. Конечно, 35,08 нужно как можно быстрее в жизнь воплощать. Потому что, в противном случае, риски для прохождения отопительного сезона весьма и весьма значительные. Долгов у ТКЕ более 58 миллиардов гривен, если не ошибаюсь. Такие вот входящие условия, параметры входящие. Ну и последнее. По всей видимости, нефтегаз понесет существенные убытки из-за того, что он продает газ-то не по биржевой цене. И это противоречит большому количеству документов, которые в свое время правительство одобрило. Политика собственности компании, где написано, что нефтегаз должен деньги зарабатывать и платить налоги в бюджетах. Чему это все рассказываю, уже буквально завершая ответ на ваш вопрос, что ситуация данная внутри Украины на рынке газа, она рукотворна полностью. Если бы люди при власти не реализовывали все эти решения предыдущие, то мы не попали бы в эту ситуацию с долгами, с пенями и штрафами, с биржевой ценой на газ и с невозможностью нефтегаза выйти на прибыльную работу в этом сегменте рынка, реализовывая этот газ по 20 гривен. Вы же прекрасно понимаете, что если сейчас населению предложить газ по 20 гривен без доставки, а на октябрь цена может быть 32 гривен без доставки, то это будет не просто коллапс, это будет конец системы господина Зеленского. Но тем не менее именно такая система предполагает закон о рынке природного газа, большим количеством подзаконных актов. И все это было принято людьми. Парламентом Украины, Кабинетом Министром Украины, регулятором НКРКУ и прочими, прочими, прочими. Все эти истории, они, мягко скажем, по-простому даже нарушают закон, который предписывает предприятиям теплокоммунэнерго начиная с мая 2021 года покупать газ на рынке по тем ценам, которые формируются на рынке. Все, так написано в законе, это не я придумал. Другое дело, что власть изыскивает какие-то инструменты, чтобы этого не допустить, поскольку последствия будут в виде повышения тарифа на тепло где-то раза в 2,5, не на 30%, что неизбежно придется делать, по всей видимости, а в 2,5 раза уже с октября месяца. Вот понимаете, какие следствия будут в таком случае? Ну да, действительно, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Вот такой вопрос еще хотелось бы задать насчет, скажем так, ресурсной подготовленности нашего нафтогаза к отопительному сезону. Есть ли какие-то данные о запасах газа, которые у нас закачаны в эти подземные хранилища? Возможен ли такой сценарий, что нафтогаз на фоне вот этих вот бешеных цен в Европе, этот газ будет просто туда продавать в ущерб будущему отопительному сезону? Или же это какой-то нереальный сценарий? Вот что вы скажете по этому поводу? Ну, начнем с того, что у нефтегаза нет особо газа, чтобы куда-то его продавать в Европу. Я вам откровенно скажу, сейчас там порядка 19 миллиардов накоплено, а вот примерно месяц назад там были запасы ПХГ примерно 17 миллиардов кубов. Так вот элементарная арифметика показывала, что при таких запасах Украина, при всех прочих равных, при относительно умеренной теплой зиме, она везде на пузе проползает. Я сейчас эти цифры приведу. 18 миллиардов, из которых где-то 4,6 миллиарда – это буферный газ, причем по мере накопления запасов его, вот этот объем буферного газа будет увеличиваться, сейчас, наверное, порядка 5 уже миллиардов кубов. Его изымать оттуда невозможно. Более 4 миллиардов кубов – это газ трейдеров. Ну, он сейчас, наверное, даже его чуть больше, чем 4 миллиарда кубов. То есть он не принадлежит с нефти газу в принципе, никого отношения нефтегаз к нему не имеет. И украинские трейдеры, и ино-субъекты. Более того, там газ даже не растаможенный в режиме таможенного склада находится. Второй блок, третий блок – газ поставщика последней надежды, ГПК, который по закону должен хранить порядка 3 миллиардов кубов. Так вот, на все про все, если брать ситуацию на месяц назад, сейчас чуть-чуть она улучшилась, но не на много нефтегаза. Собственно, газа нефтегаза там была 1 миллиарда 4,5. При объемах добычи на протяжении отопительного сезона у каргаздобычи около 8, а эти объемы падают. Я приведу официальную статистику, 5% падения январь-август. И очевидно, эти объемы будут меньше. Вот с трудом Украина вмещалась, точнее с трудом Украина проходила топ-период, а топ-сезон в прошлом году сожгли и использовали порядка 13 миллиардов кубов. Вы сами можете подсчитать. При 19 миллиардов запасов, я надеюсь, что нефтегаз там накопил дополнительный объем, я уже говорил об этом все-таки ситуация несколько улучшилась, но все покажет зима. Если зима будет холодной, потребуются большие ресурсы газа и особенно риски возрастают в конце отопительного сезона. Если мы вспомним, недавний у нас был период акции «Прикруты», где Петро Алексеевич бегал тут с выпученными глазами, извините, и рассказывал, что нужно делать. Это 18-й год был, если я не ошибаюсь. Да, это было. Ну тут не суть важно, какой год, просто к концу зимы на самом деле просто похолодало. Запасы были чуть ниже в хранилищах, но, повторюсь, никто же не застрахован от такого рода сценария и в текущем. Арифметику я вам привел простую по цифрам. Это же не экономика, не какая-то там высшая математика, это просто арифметика. Сколько нужно будет поднять из хранилищ. Ну и последнее. Тут звучат мысли внутри Украины о том, что «Газпром» может уменьшить транзит. И, как вы понимаете, обязан-то он будет в любом случае заплатить за 40 миллиардов кубов, но уменьшить может. На самом деле это будет плохо, мы будем там возмущаться, наверное, может даже в суд пойдем, но, в принципе, от него требуется оплатить 40 миллиардов. Оплатить. Это очень важно. Так вот, если «Газпром» будет падать, даже не покупая газ в России, мы же не покупаем, потому что «Ветренко» считает, например, угрозой национальной безопасности. Хотя это противоречит интересам внутренних потребителей. Противоречит. Тем более при таких рекордно высоких ценах на газ в Европе. Вот сейчас поднимается вопрос, а почему же немецкие хозсубъекты покупают их? Там по долгосрочным контрактам цена, я так оценно скажу, в пределах 300 долларов США, а не 1000 долларов США, что мы вчера видели на пике, и не 800, что мы там сегодня видим. Поэтому к чему это все ведут? Ведь все как бы решения не закупать российский газ, предупреждение о том, что Россия может снизить транзит. А что вы сделаете, если она снизит транзит? Это полностью в компетенции российских субъектов. В «Газпром» можете снизить. Он заплатит вам за 40 миллиардов, дабы не идти в суд и не проиграть этот суд с нефтегазом. 40 миллиардов транзита. А снизить может. Что вы будете делать тогда? Или они? Что они будут делать тогда? Риски, конечно же, прохождение отопительного сезона повышаются. Вот и все. Для этого, чтобы их избежать, нужно перестраивать работу ГТС, накапливать больше, чем 19 миллиардов кубометров хранилища. А это уже вопрос колоссальных денег. Я еще одну вещь приведу, еще одну вещь скажу. В плане нефтегаза, он до сих пор не утвержден, на текущий год, например, не предусматривали средства на закупку импортного газа и закачку ПХ. Это только газа внутренней добычи. Только. Почему это было сделано? Потому что нефтегаз находится в неблагоприятных финансовых кондициях. Почему это произошло? Нужно спрашивать руководство компании. Зачем они обществу обещали одно, а в итоге и нынешнего руководства, и предыдущего руководства. И вот теперь с июля, осознав всю опасность прохождения зимнего сезона, нефтегаз стал активно, в первом полугодии почти не импортировал газ. Понятно, откуда импортируется газ, из Европы импортируется. А цены еще и подскочили, здесь просчитались. Нужно было, как говорится, задним сыт не будешь, но это был очевидный просчет. Импорт газа в первом полугодии позволил бы сэкономить немалую сумму денег, потому что сейчас они импортируют по ценам, приближенным к биржевым, а они улетели в космос. Но отступать уже, по большому счету, некуда, потому что, я уже назвал цифры, существуют риски прохождения отопительного периода при таких низких запасах. Повезет проскочит, уже в прошлом году были еще меньшие объемы, в прошлом году был больше транзит российского газа, он составлял не менее 60 миллиардов кубов, потому что так подписан годрами. А в этом я уже назвал цифры. 40, и мы движемся по траектории 40 с плюсом, там будет чуть более 40 миллиардов по году. Транзит упал, я не ошибаюсь, по официальной информации на 15% с начала года. Но это было неизбежно, поскольку так подписан контракт, и на самом деле «Газпром» действительно будет загружать все альтернативные, ну, наверное, кроме польского, хотя, может, и польский, маршруты транзита, потому что Украина не является для него партнером. Это очевидные вещи. И сколько бы там Витренко и Зеленский, и прочие макагоны не рассказывали о том, что «Газпром» это оружие, ну, друзья, это не оружие, это хотят качать через игру, не хотят, не качают. Они ничего не должны ни Зеленскому, ни Витренко, ни Кома с макагоном, ни народу Украины. Ну, я имею в виду «Газпром», ничего не должны совершенно. Ну что ж, Дмитрий, я благодарю вас за эту беседу. Конечно, перспектива во многом безрадостная, но зато она правдивая. Будем, как говорится, готовиться к отопительному сезону. Спасибо вам еще раз. В гостях у «Международной панорамы» был Дмитрий Марунич, эксперт в нефтегазовой отрасли. А вот в США на этой неделе были опубликованы сенсационные подробности, проливающие свет на то, какой бардак порой творится в высших эшелонах власти пока что сильнейшей страны на планете. 14 сентября издание «The Washington Post», ссылаясь на книгу журналистов Боба Вудварда и Роберта Коста, «Опасность» написала, что глава Объединенного комитета начальников штабов армии США во времена президентства Дональда Трампа генерал Марк Милли два раза тайно звонил китайским коллегам, чтобы предотвратить войну. Как пишет издание, опасаясь действий Дональда Трампа в последние недели его пребывания на посту президента, высший военный офицер США дважды звонил своему китайскому коллеге, чтобы заверить его, что две страны внезапно не начнут войну. Об этом заявил во вторник высокопоставленный чиновник Министерства обороны после того, как разговоры были описаны в выдержках из книги, готовящейся к публикации. Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сказал генералу Ли Цзо Чену из Народно-освободительной армии Китая, что Соединенные Штаты не нанесут удара. Первый звонок состоялся 30 октября 2020 года, за четыре дня до выборов, в результате которых Трамп проиграл. Второй звонок датирован 8 января 2021 года, всего через два дня после штурма Капитолия сторонниками уходящего президента. Трамп уже заявил, что Милли следует судить за государственную измену, если эта информация правдива. Согласно книге «Опасность», написанной журналистами «Вашингтон пост» Бобом Вудвардом и Робертом Коста, Милли зашел так далеко, что пообещал Ли Цзо Чену, что предупредит его в случае нападения США. Кроме того, он решил созвать секретное совещание в Пентагоне 8 января, на котором приказал военным, чтобы они не выполняли приказы ни от кого без его ведома. Такая формулировка подразумевает в том числе и отказ от выполнения приказов президента США. В общем, вы поняли. Фактически глава американского генштаба, аналогом которого является Объединенный комитет начальников штабов, настолько боялся действий собственного президента, что даже пообещал предупредить вероятного противника заблаговременно в случае поступления от Верховного Главнокомандующего приказа о начале боевых действий. Надо полагать, причиной опасений Милли и его готовности саботировать приказы Трампа служили политические симпатии к демократической партии и, как следствие, вполне однозначное занятие позиции во внутриамериканском политическом противостоянии. Вероятно, именно поэтому генерал сохраняет свою должность и по сей день при Джо Байдене. Эта история интересна тем, что если она правдива, то проливает свет на то, как далеко зашел политический раскол внутри США. Если он способен вылиться в неисполнение высшим военным руководством приказов высшего политического руководства по причине несогласия с партийной линией, это уже становится реальной угрозой для американской государственности. Ну а на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная панорама и я, Данил Богатырев. До новых встреч на канале КРТ.